Они с лёгкостью и самоотверженностью сотрудничают с россиянами. Могут при случае благословить пленных российских солдат. И избить украинских воинов. Да что же вы военного бьёте, боже мой! Но при этом называют себя украинской православной церковью и как огня боятся приставки «московский патриархат». Даже публично провозгласили свою независимость от Москвы. Но на деле множество священников продолжили тесно сотрудничать с Россией. Почему служителям церкви так сложно отречься от РФ? Смотрите в специальном репортаже «Между Богом и Кремлём. Кому служит московский патриархат в Украине?» Ноябрь 2022. Девятый месяц полномасштабной российско-украинской войны. Россияне штурмуют Бахмут, закидывая город пушечным мясом. На только что деоккупированных территориях Херсонской и Харьковской областей находят российские пыточные братские могилы. Мир узнаёт о новых фактах российских зверств. А в центре украинской столицы и украинского православия Киево-Печерской лавре звучит молитвенное пение. Песни и молитвы, прославляющие страну-агрессора, развязавшую кровавую войну против Украины, оказались только верхушкой айсберга, но послужили поводом для проверок СБУ. Масштабы антиукраинской деятельности поразили. Ведь наряду с церковной утварью в московском патриархате буклеты и газеты, где Украину делят на части оружие, сухпайки для российской армии и фотокопии документов служащих РФ, воевавших против Украины. И российские паспорта, которые священники получили уже во время Большой войны. За обысками, задержания и судебное разбирательство, как цепная реакция церковников, сотрудничавших с оккупационными и кремлевскими властями и поддержавших агрессию против Украины, находили чуть ли не в каждом регионе. В ныне неподконтрольном Киеву-Северодонецке священник УПЦ МП сдавал россиянам украинские позиции. Особый цинизм ситуации и действий самого священника в том, что в это же время во время бомбардировки по свеженаведенным целям в местном бомбоубежище отпевал ранее погибших от таких же обстрелов. Еще одного священника уличили в Винницкой области. Митрополит пропагандировал среди прихожан русский мир, оправдывал войну и призывал к силовому свержению власти. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. Отличились и церковники из Харьковской области. Протеерей Николай принимал от россиян гуманитарку и водил экскурсии по оккупированному храму. Пару дней назад тоже прилет был, только там побило стекла и окна. Здесь тоже попал в прескол, сдал, видите, этого осколочка. Ну а здесь самый большой пострадал, вот видите, где-то хорное место наше, тогда, когда 24-го, со всех сторон начали бомбить. Все иконы тогда попали. Правда о том, что храм обстреляли сами россияне, и священники, и пропагандисты предусмотрительно молчат. После деоккупации Харьковской области в Изюме обнаружили массовое захоронение, больше 400 могил. Военные, мирные люди, большинство тел со следами насилия. Очень много тел с многочисленными телесными повреждениями. Есть обнаруженные трупы с веревкой на шее, со связанными руками, с переломами костей, с отрезанными гениталиями, с пылевыми ранениями. В городе россияне обустроили шесть пыточных, шесть конвейеров смерти, через которые безжалостно прогоняли судьбы людей. И сложно представить, что служитель московского патриархата в городе с населением меньше 50 тысяч человек не знал о российских зверствах. Но он предпочел молчать о них. Как и настоятель храма в поселке Двуречное Александр Свиридов, он благословил российских оккупантов и осветил кремлевскую военную технику. Правда, после деоккупации Харьковской области смелости у церковника поубавилось. Он бежал в Россию. Ведь там, видимо, за верность присяге получил свой приход. А в Украине против него открыли уголовное дело за оправдание российской агрессии. Таких небезгрешных церковников, коллаборантов в московском патриархате очень много. С 2014 года до полномасштабного вторжения в Украину, Российской Федерации, аннексии отдельных территорий, церкви московского патриархата предоставляли убежище боевикам. Они скрывали людей, которые были в розыске. И тому есть соответствующее доказательство. Они не отпевали наших героев, они агитировали. И сейчас, когда говоришь с московскими попами, они не говорят о том, что Россия напала на Украину. Еще один верный Москве беглец – митрополит Елисей. Я не хочу нарушать единство вековое с патриархом московскими с Руси. Он так хотел единства с российским патриархом, что еще в начале сентября бежал в Белгород. Там был почетным гостем церковной выставки. А теперь претендует на должность настоятеля одного из московских монастырей. Вот только за место придется побороться. Конкуренция не шуточная. На это место претендуют еще два митрополита-беглеца. Роменский Иосиф и Ивано-Франковский Серафим. Интересно, что последний бежал в Россию за две недели до полномасштабного вторжения. У него давняя история была отношений с Россией. Он там учился, он там служил, его предупредили. Он спаковал монатки и свалил на болото. Опять-таки, мы же говорим про церковь и мы говорим про статут. В статуте написано, что правящий епископ не имеет права оставлять свою кафедру более чем на 14 дней без того, чтобы уведомить блаженнейшего митрополита, чтобы получить у него разрешение. То есть он фактически, если мы переводим, например, это на военный язык, самовольно покинул место службы. Но наказание ни за самоволку, ни за переход на сторону врага от своих руководителей в УПЦ МП беглецы не боятся. Так же, как и возмездие за свои деяния от украинского правосудия. Осужденные за содействие РФ священнослужители настолько ценны для РПЦ, что становятся приоритетным обменным фондом для России. Страна-агрессор в обмен за одного церковника отдает сразу несколько десятков украинских военных. Что вы чувствуете, наконец-то оказавшись на свободе? Ну, гадость. Большую радость, что Ульганщина это теперь Россия. И я думаю, что мы как будем, так и останемся теперь землей русской. И никогда больше украинской спереди не косимся. Ни одного коллаборанта, ни одного преступника, которые открыто сотрудничали с агрессором, в том числе наводя на цели российскую артиллерию и оружие, выдавая украинских патриотов, военнослужащих и ветеранов АТО, выдавая своих собратьев священнослужителям, а в частности и из Православной Церкви Украины, таких людей не подвергли никакому наказанию. Работа на русский мир для московского патриархата – это доблесть и благо. И ради такой чести московские церковники готовы прощать России даже смерти своих близких. Святогорская лавра – мужской монастырь у ПЦМП. Русская церковь считает его одним из пяти святейших мест. Десятки людей нашли здесь убежище во время Большой войны. Российская армия регулярно обстреливает монастырь. Во время одного из таких артобстрелов погибли монахи. Те, что братья погибли, они, наверное, лучшие были в нашей обители. Господь просто их раньше забрал. Мы должны остаться на своем месте и безропотно все это перетерпеть. Но если подобное смирение с гибелью монахов можно объяснить библейским словом, которое также взывает к терпению, то вот такие заявления полностью в конве московской пропаганды. А внутрь себя мы забыли заглянуть? Да мы виноваты в этом безумии, что сейчас делается, братья и сестры. Каждый из нас грехами своими. Мы привлекли эту беду. Сейчас много людей погибает. И это не просто личное мнение отдельно взятого священника, которому трудно признать Россию врагом. Такие заявления – пример реализации кремлевских церковных методичек, которые СБУ находили чуть ли не во всех храмах УПЦМП. Такое себе программирование на покорность. Этот комплекс неполноценности, комплекс вины перед агрессором формируется в их проповедях в большинстве. Ведь покорный приход для церковника московского патриархата – удобный инструмент. Об этом, как никто другой, знает бывший наместник Киево-Печерской лавры – митрополит Павел. 29 марта у Украинской православной церкви Московского патриархата закончился срок аренды Киево-Печерской лавры. Братья, которая бесплатно пользовалась святыней, должна была съехать. Но монахи решили игнорировать слово закона. Мы не на мир не выселяться, если не будем. Как и отчитываться о десятилетиях пользования лаврой. Ведь комиссию Минкульта, которая пришла проверить сохранность культурных и исторических ценностей в здание не пустили. На пути буквально стали прихожане. Кроме молитв, в ход пошли крики и обвинения в ереси. А затем апокалиптические пророчества. Тронуть лавру, тронуть монахам, ждет нас. И что? Беда страшная. Прорвется дамба. Страшная лавина. И угрозы журналистам. Проклятий хватило на всех. Досталось и нашему корреспонденту. Пять поколений. Пять поколений будут расплачиваться, понимаешь? Пока ты молодой, пока ты не женатый. Просто, разумись, люди и дивятся в сторону. Мне не жалко тебя. Казалось бы, кто как недуховный человек должен четко осознавать, что произносить подобные слова – тяжкий грех. Но, как говорится, каков поп, таков и приход. Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они упадут вам на голову. Горе вам. Бойтесь. Сыпать проклятиями для экс-наместника Киева-Печерской лавры Павла – дело привычное. Вот он угрожает журналистам, которые пытались расследовать источники обогащения Павла. Ты получишь, потому что дети потом за твое вранье будут отвечать. А это фактически явка с повинной. И Павел сам хвастается, что некогда проклял недовольных музейщиков, и те умерли. Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. Я поворачиваю до вечера – умрете все. Во имя своей сына и святого духа. Но, правда, еще один человек умер. Эксперты, которые давно наблюдают за деятельностью московского патриархата в Украине, считают, что бывшего лаврского наместника давно перестала интересовать служба Богу. На доверенной ему территорию уничтожены исторические и культурные памятки, а помещения перестроены под коммерческие и производственные цели. А те, что не сгодились под бизнес, разрушены и разграблены. Вот в каком виде комиссия Минкульта обнаружила один из корпусов заповедника. Это книжные складки Ивопечерской лавры. Памятка архитектуры и градостроения. Пренебрежительное отношение к историческим ценностям налицо. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту разрушения объектов культурного наследия. Человек, который лавру превратил в свой личный бизнес, хам, малообразованный, ну, с соответствующим, извините, быдловатым поведением, и как бы этому много подтверждений за все время, и с верой это не имеет вообще ничего общего, абсолютно. Это какое-то мистическое мышление. С церковной точки зрения, эти проклятия, которыми он любит сыпать и запугивать и последователей, и противников, согласно священному писанию, мы знаем, что это большой грех. Но суда Божьего за свои проклятия Павел, похоже, не боится. В отличие от суда украинского. Ведь когда ему предъявили подозрения от СБУ, слушать правоохранителей не хотел. Вы обоснованно подозреваетесь в совершении оправдания российской агрессии Российской Федерации против Украины. Подождите, подождите, не спешите, мне надо адвоката. Мы имеем право без адвоката. Унижение чести и достоинства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Телефонные разговоры экс-наместника, красноречивия, прокуроров. Вот Павел радуется оккупации Херсона. И уже сегодня Херсон, благовествуй, радость, велию. Там уже пора и российская с кризи, и все-все-все. А сюда и люди довольны. Колись сказали, будет война Америки с Россией до останнего украинца. Еще не много осталось. Называют украинских военных ублюдками. Очень много оружия раздали на руки просто людям. Ублюдкам. Но нести заслуженное наказание Павлу не хотелось. В суде он устроил уже привычное для церковников московского патриархата представление. Притворялся тяжело больным. То у него поднялось давление, то появилась аллергия. На электронный браслет. У меня аллергия на это. Сетовал Павел и на условия, в которых придется отбывать домашний арест. Там вообще практически не на чем спать. Нет тепла и света. Нет ни чашки, ни ложки. Ну ничего. Я все это перетерплю. За этим непроглядным забором сразу два дома. Двухэтажный особняк и гостевой домик. И территория в почти полгектара. Судя по количеству дымоходов, в главном строении минимум четыре камина. Так что от холода в заточении Павел точно страдать не будет. Да и прилечь есть на что. В тот же день, когда Павлу объявили о подозрении, СБУ пришла с обысками в дом лаврского экс-наместника. Обстановка тут явно не подстать его церковному чину. Позолоченные рамы для икон, собственный портрет из янтаря, дорогая мебель в барокковом стиле и российские гербы. Любовь ко всему золотому и блестящему у Павла похожа издавна. После окончания московской духовной семинарии Павел Лебедь получил свой приход в старинном Успенском храме в Волынской области. И чуть ли не сразу затеял ремонт в церкви. И демонтировал древний храмовый иконостас 17 века. Павел Лебедь, он не имел понятия о ценности исторической. Исторической, прежде всего, ценности того или иного объекта. Скорее всего, он видел иконостас как старинную достопримечательность, которую нужно просто снять и на это место поставить значительно более пышный, более красивый, более блестящий новый иконостас, который дополнял бы величие отца. Сейчас на месте древнего иконостаса размещен более габаритный, который полностью прикрывает целые арочные своды во внутренней части храма. Павел, он любитель всего блестящего, золотого. И в Лавре очень много всего сделанного в подмосковном городе Софрино. В Софрино существует такой завод. Ну, как бы, вот в наших кругах церковных, я имею в виду, у нас есть такой термин – Софринская икона. Это значит очень блестящее, очень олеповатое, очень низкого качества и дешевое. Но пристрастился Павел не только к золотым иконам и статуэткам. Его давняя любовь – элитные авто. За это получил прозвище «Мерседес», как и марка его любимых авто. Это роскошь. Это транспорт. А что, священник должен пешком ходить? Мне подарили, я езжу. Правда, излишнее внимание к стилю своей жизни Павел не любит. После вопросов о богатстве снова угрозы. Я прошу не снимать, иначе разобью камеры. Но объективы камер, так ненавистные Павлу, то и дело улавливают новые приобретения. Вот, ко встрече с СБУ Павел облачился в шарф за более чем 700 евро. Как дополнение образа – часы за почти 40 тысяч евро. Но прихожане, которых Павел сам же учит терпеть и жить в скромности, будто поощряют стремление наставника к роскоши, аскетизмом и отказом от всех мирских и материальных благ. Как и положено, последователю основателя Киево-Печерской лавры преподобного Антония здесь и не пахнет. Ну простите, владыка Павел, простите, что мы плохие прихожане. Мы купили вам только Мерседес. Мы не смогли купить, как понтифику, вот такую красивую машину. Но богатство Павла явно не от верных прихожан, а от щедрых работодателей. Во время обысков СБУ обнаружила в храмах российские рубли и валюту. Верхушка УПЦ Московского Патриархата получает их из России. Об этом не стесняясь во всеуслышание заявили во время собора 27 мая, собранного, чтобы осудить агрессию России против Украины, рассказал один из проукраинских настроенных священников УПЦ. Павел Лебедь очень эмоционально стал громко всех сдерживать. Говорил, что этого нельзя делать, мол, мы же все получали деньги, имеется в виду из России. Мы же получаем, мы получали оттуда деньги. Как же вы можете вот так голосовать и осуждать и так далее? Как вы можете разрывать связь? И делилось РПЦ с украинскими церковниками не по доброте душевной. Это гонорары за многолетнее растление умов прихожан. За десятилетия проповедей московские церковники сумели подорвать авторитет Украины в глазах паства, чтобы взамен взрастить величие России и выстроить культ самих себя. Павел буквально приравнял себя к Богу. Бояться мне нужно, чтобы ее не прогневить. Он для меня сделал все. Из небытия провел жизнь. Вдумал частичку своего божества. Я стал подобен его сыну. Глава московского патриархата в Украине Ануфрий тоже не отстает. Эта песня в Мукачевском храме. Вокруг него есть такой ореол, вроде бы старца, мудрого провидца. Но на самом деле Ануфрий демонстрирует абсолютное непонимание, неумение управлять церковью. Он просто растерял, если несознательно уничтожил, все, что ему досталось от предшественника. Да, при митрополите Владимире УПЦ была очень уважаемой в украинской среде. В церкви ее уважали, у нее были богословы и общественная репутация. Сейчас, ну это фактически, это почти секта. И здесь не принято замечать ни излишних богатств святых отцов, ни явной работы на Кремль. А подтверждение этому находят чуть ли не каждый день. Вот журналисты обнаружили, что Ануфрий имеет российский паспорт. Согласно выписке из системы Роспаспорт, 20 марта 2002 года в столице Российской Федерации, город Москва. Борис Березовский, известный как митрополит Ануфрий, получил российский паспорт. Через год за гранд паспорт гражданина Российской Федерации. Согласно данным той же выписки из российской базы, Ануфрий получал за гранд паспорт и раньше, в 1998 году. А это значит, что и российское гражданство у украинского митрополита было намного раньше. В УПЦ все отрицают, но визитов в Москву на счету предстоятеля Украинской Православной Церкви предостаточно. Ануфрий лично ездил в гости к начальству патриарху Кириллу в Россию на третий месяц оккупации Крыма. Ануфрий поздравляет российского патриарха с юбилеем его службы. Являя пример самоотверженного и ревностного служения, вы изо дня в день трудитесь с полной отдачей сил и дарований, с осознанием великой ответственности за каждое слово. А теперь за свои слова и поступки приходится отвечать украинским церковникам московского патриархата. По всей Украине приходы УПЦ МП объединяются с Православной Церковью Украины. Ведь для некоторых священников даже полномасштабная война не повод скрывать свои симпатии к Москве. Вот церковники из Хмельницкого избили украинского военного. Сколько людей должно умереть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат? В тот же день церковная община отказалась от московского патриархата и в храме впервые за долгое время прозвучала молитва на украинском языке. Еще одни московские церковники попрощались со своей службой в Черновицкой области. Служители московского патриархата не разрешили проститься с погибшим героем в храме. Пустите! Тут церкви! Тут церкви! Иди, вы ж матери! Матерь плачет! Пустите! Тут церкви! Матерь плачет! В результате церковники лишились своего прихода. Их выгнали из храма. А скандалы вокруг УПЦ запустили процесс очищения духовных обителей от тех, кто предпочел службу Кремлю в службе Божьей. И посеял в умах прихожан преданность и покорность Москве. Вон московского папа! Украинцы принялись вычищать свои храмы от тех, кто блюдет интересы не их страны, пока священники, лишившиеся своих паст, завели песнь о гонениях. Список тезисов, по которым нужно защищать УПЦ МП, пишется не в УПЦ МП. Этот список тезисов пишется в РПЦ, в Патриархии. Что в Украине борются, нарушаются права человека, потому что Украина секулярная, то есть светское государство, в котором, значит, государство не должно вмешиваться в религиозные дела. Очень легко этот тезис разбивается. К сожалению, после начала большого вторжения выяснилось, что верхушка УПЦ МП – это просто рассадник коллаборантов, врагов и пособников. И это не вопрос религии, это вопрос национальной безопасности. Их просто нужно всех вычистить, оставив в покое, естественно, нормальных верующих, нормальных батюшек и так далее. С начала полномасштабного российского вторжения больше 1400 церковных общин покинули Московский Патриархат и объединились с Православной Церковью Украины. Из-за этого УПЦ МП начала настоящую охоту на своих бывших служителей. При общении к Православной Церкви Украины они считают самым тяжким грехом и злом и наказывают за это сразу отлучением и запретами. При этом закрывают глаза на коллаборантов и предателей в своих рядах. Именно за подобные двойные стандарты УПЦ МП теряет популярность, а за ней – свои главные святыни. Выселение из Киева-Печерской лавры, как бы того не хотелось, московским церковникам теперь только вопрос времени. На очереди – выселение прокремлевских церковников и приспешников русского мира из Печаевской лавры. Над этим уже работает Кабинет министров. Ксения Барвиненко, специальный репортаж. Ксения Барвиненко, специальный репортаж.